Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я рад вас приветствовать в моей рубрике Век живи, век учись. Сегодня речь пойдет про йод. Вы даже не представляете себе, сколько существует проблем из-за дефицита йода. Сегодняшняя тема йод, щитовидка, гипотериоз, диффузный зоб. Вы узнаете, в каких продуктах и сколько содержится йода, каковы дозы применения, как определить его недостаток, какие анализы нужно сдавать и что будет, если есть недостаток и переизбыток йода, какие продукты задерживают всасывание йода и какие дают его много. ТТГ, Т4, Т3, селен, йодит, калия. Вы узнаете все причины дефицита йода, симптомы и последствия дефицита йода. Йод это микроэлемент, необходимый для синтеза гормонов щитовидной железы, тироксина и три йодтиранина. Эти гормоны регулируют синтез многих ферментов, процесс биосинтеза белка, регулируют развитие нервной и костно-мышечной системы у детей, йод это жизненная необходимость для растущих организмов. При его дефиците может возникать умственная отсталость и много других проблем, о которых я расскажу вам в конце этого видео. Йод нужен всем клеткам нашего организма, а не только клеткам щитовидной железы, как некоторые думают. Нужен он и половым железом. Также йод помогает выводить тяжелые металлы из организма. Необходим он и при диабете для нормализации сахара в крови, так как он контролирует метаболизм не позволяет замедляться обменным процессом, когда практически любые диеты не приводят к похудению. Но йод нужен в малом количестве. Чуть далее я скажу в каком. Щитовидная железа выделяет гормон Т4, тироксин. Но гормон Т4 является не самым активным гормоном щитовидной железы. Для сравнения, его активность почти в 10 раз ниже, чем три йодтиранина, Т3. Так вот, Т4 сам по себе не активен. Он становится активным, активизируясь печенью, желчным пузырем, в протоках желчного пузыря на 80% и почками примерно на 20%. Потому проблема с щитовидкой, с йодом, это еще и автоматически проблема с этими органами. Как и отсутствие желчного пузыря является проблемой в этой связи. Мало кто знает, что для преобразования Т4 в Т3 нужен селен, один из важнейших микроэлементов. Потому и по другим причинам не допустим его дефицит. Говоря о щитовидке, функции щитовидной железы регулируются тиреотропным гормоном ТТГ, благодаря которому щитовидная железа поглощает йод из кровотока, куда он попадает из съеденной пищи и вырабатывает свои гормоны, о которых я сказал выше. Если йода в организме недостаточно, уровень ТТГ возрастает, и это приводит к увеличению размеров щитовидной железы и к диффузному зобу. Вот почему при потреблении нативной гелеобразной формы фукуса, о которой я снимал два видео, только не сухого фукуса, а гелеобразного в хилатной форме, так вот при его постоянном применении иногда бывает даже за три месяца проходит даже диффузный зоб. А при комплексных и правильных мерах проходит даже аутоиммунный тереоидит. Посмотрите мое видео в этой связи, неизлечимая лечится и все поймете. После рождения первого ребенка мне диагноз выставили аутоиммунный тереоидит. Аутоиммунный тереоидит, да? Да, и все анализы были плохими. Все доктора говорили, что вам с этим нельзя и рожать. Вообще я родила успешно трех детей, слава богу, и прошла курс гумготерапии. Вы пили те лечебные и гребные препараты, которые я назначала? Да, которые были назначены. Так, потом плюс что? Сок пророскопчик, фокус, спирулин. Да, комплекс, да. Комплекс, все. Сколько лет вы болели уже и поставлен диагноз? Как давно был вам? 2003 года. 2003 года. До 600 доходили антитела, а сейчас? Сейчас норма. Норма. Эндокринологи все в шоке. Эндокринологи в шоке, да? Вы знаете, очень многие люди, как вы, приходят, вот берут у нас там, вот приходит, вот один мужчина говорит, у моей жены был диффузный зоб. Шесть лет ничего не могли. Встали, вот фокус, это, ну все, как вы. Через три месяца прошло. Он говорит, мы просто вот ногу, руку пожал, говорит, просто вот рады. И вот это постоянно. Да, эти два видео о фокусе тоже обязательно посмотрите. Все ссылочки будут даны под видео в описании. Небольшая справка. Тереотропный гормон ТТГ. Это гормон, который вырабатывается, передней долей гипофиза. И он управляет функцией щитовидной железы. В натуральных продуктах питания содержатся соли йода, юдит и йодат. Это органические формы в составе некоторых растений. 70-80% йода сосредоточены у человека в щитовидной железе, а излишки, они не накапливаются. Остатки, излишки, выводятся с мочой. Потому йод не запасается в организме, ну, кроме как в тканях молочных желез у женщин и в самой щитовидной железе. И потому надо потреблять его йод регулярно. Уровень йода в организме оценивают по анализам мочи. Его концентрация должна быть примерно 100-200 микрограмм на литр. У беременных женщин 150-250 микрограмм. У кормящих женщин нельзя допускать концентрацию менее 100 микрограмм на литр. Если у вас менее 100 микрограмм, то это говорит о дефиците йода в организме. Ну, а если менее 20, то это тяжелейшая йодная недостаточность. Какова же доза потребления йода для взрослых? Считается, что нормой потребления является 150 микрограммов в сутки. Для беременных 250 микрограмм, а для кормящих 300. Если концентрация в моче падает ниже 100 микрограмм на литр, то гипофиз начинает вырабатывать ТТГ. Он увеличивает захват йода из кровотока. Так достигается повышенный КПД усвоения нужного организму йода. Сама щитовидная железа при этом увеличивается. Если концентрация в моче падает ниже 30-20 микрограмм, а это показатель тотального дефицита йода, тогда щитовидная железа уже не может поддерживать нужный уровень гормона Т4. И она еще больше увеличивается в размере. Возникает гипотериоз, диффузный зоб. Это характерные последствия тотального дефицита йода и его усвоения. Кстати, из-за недостатка йода в щитовидной железе при ядерных утечках, радиации, повышенном фоне, часто возникает рак щитовидной железы именно из-за захвата щитовидной железой радиоактивного йода. Ей все равно, какой йод захватить. Потому при радиоактивных угрозах нужно срочно принять и принимать впоследствии высокие дозы йода. Ну, то есть добавки с йодом, например, йодиткалия. Но помните, что излишки йода в обычных ситуациях тоже вредны. Потому соблюдайте нормы. Но двух-трехкратное превышение из продуктов относительно обычной рекомендованной минимальной дозы 150 микрограмм не опасно. Да и почти невозможно из продуктов взять в 10-20 раз больше, чем требуется в норме в сутки. Хотя стандарты минимальной нужной дозы сильно занижены. К примеру, в Японии реальное потребление в десятки и даже сотни раз выше, чем в Европе и США. Тем не менее, максимально безопасная доза считается 1000-1200 микрограмм в сутки. Имейте это в виду. Токсические эффекты и серьезные заболевания, связанные с его переизбытком, возникают только от нескольких граммов йода в сутки. Теперь причины дефицита йода. Во-первых, это бедные на йод в рационе питания продукты. В почве сейчас йода практически нет, ну кроме полосы прибрежной 50-60 километров от океанов. Далее, крестоцветные продукты, разные виды капусты, они очень нужны и важны. Я об этом говорил во многих своих последних лекциях. Но они, это надо иметь в виду, задерживают всасывание йода. И тогда надо потреблять йода чуть больше. Бессолевая диета, при полном исключении соли из рациона питания, тоже приводит к дефициту йода. Хотя, йодированная соль это большой обман, она бесполезна. Туда вводят неорганический йод, обогащают им соль. А нужен йод из продуктов питания, потому что там он в хилатной органической форме. Стресс и очень важный фактор, негативный. Гормон надпочечников, кортизол, препятствует усвоению йода. Есть и обратная сторона медали, это антиритмический препарат кардарон. Он содержит йод, тогда возможен переизбыток, это просто надо учитывать. Ну а пестициды, гербициды, фунгициды и другие боевые отравляющие вещества, применяемые в сельском хозяйстве, это эндокринные разрушители. Они опасны, вредны всему организму. Но говоря о йоде и щитовидной железе, они не пускают йод к рецепторам в щитовидной железе. Кстати, как и бром, фтор и хлор. А бром ведь сейчас добавляют практически во все мучные и кондитерские изделия. Помните, все эти вещества блокируют усвоение йода в щитовидной железе. Высокий эстроген также блокирует йод. При беременности, если будет всплеск эстрогена, могут быть проблемы с щитовидной железой, так оно и бывает. Поэтому беременность при нарушенном обмене веществ, при проблемах и дефицитных состояниях, это фактор риска для проблем с щитовидной железой. Приводит к дефициту йода, к дефициту гормона Т3, Т4, гормонозаместительная терапия, а также противозачаточные таблетки. Дефицит йода возникает при потреблении большого количества неферментированной сои, изолята соевого белка. Так как, во-первых, соя сама по себе содержит эстроген, и продукты из нее приводят к продуцированию внутреннего эстрогена. Также негативно влияют гормоны, находящиеся в молоке и мясе, кто потребляет эти так называемые продукты. Вызывают дефицит йода и всевозможные повреждения печени, а также нехватка желчи. Помните, ее выработку печенью стимулирует насыщенные жиры. Из растений, в первую очередь, это кокосовое масло. Очень рекомендую употреблять натуральное органическое кокосовое масло. Я рекомендую вот это. Анализы крови ничего не показывают. Нужны знания и умения анализировать. Но таких врачей сейчас мало, поэтому вы сами все должны это знать. Вот то, о чем я сейчас вам рассказываю. Теперь поговорим о симптомах и последствиях йода дефицита. Они разные. Например, вы толстеете, у вас наблюдается вялость, апатия, усталость, спутанность сознания. Вы встаете утром не отдохнувшими. Могут наблюдаться психические расстройства и при длительном дефиците даже умственная отсталость. Но, разумеется, ухудшение памяти, а также ухудшение умственной деятельности. Увеличивается риск получить фолликулярный рак щитовидной железы. Может быть и прочая онкология. Например, часто половых желез, рака груди, простаты и рака желудка. Очень часто возникают фиброкистозные мастопатии. Это первый признак тотального дефицита йода. Ну и, разумеется, увеличение простаты у мужчин. То есть, это связано не только с дефицитом цинка, но и с дефицитом йода. Были эксперименты, когда очень высокие дозы йода лечили кистозно-фиброзные мастопатии. Но без контроля врача, специалиста, самостоятельно высокие дозы потреблять все же нельзя. Нужно учитывать очень многие факторы. Йод, дорогие товарищи, критически важен для правильного внутриутробного развития плода. Потому при дефиците у матери йода бывают и выкидыши, и мертворожденные. А при недостатке йода уже у родившихся детей развиваются необратимые изменения нервной системы. Это и слабоумие, и прочее. Также часто наблюдается гиперактивность. Это ненормально, как некоторые думают. Как заторможенность у детей, так и гиперактивность. Это ненормально. Проверяйте обязательно йод. Вот по анализам мочи. И анализируйте, сколько из продуктов вы и ваши дети получают его в сутки. Корректируйте. Это теперь будет сделать совсем просто. Но какие продукты я рекомендую, чуть дальше скажу. Как вы уже поняли, из-за дефицита йода могут быть депрессии, быстрая утомляемость, гипотериоз, увеличение щитовидной железы и диффузный зуб. Но также, помимо прочего, часто наблюдаются и поликистоз яичников, акне. Волосы растут у женщин на лице. Это первые признаки дефицита йода. Еще характерные признаки. Это недостаток выработки слюны слюными железами. При этом наблюдается сухость во рту. А также может происходить пересыхание слезных протоков. Тогда нет слез. Это очень часто бывает из-за дефицита йода. Ну, я уже не говорю про узлы на щитовидке, про мигрени и прочие характерные проблемы. Недостаток поступления в организм йода ликвидирует такие продукты, как морская капуста ламинария. Идеальный вариант это фукус плюс ламинария, два в одном. Причем в биологически активной, гелеобразной, нативной форме биолам. Посмотрите, пожалуйста, вот этот продукт. Ссылка будет в описании. Ламинария сырая, к примеру, содержит 300 микрограмм на 100 грамм продукта йода. Фейхуа – это рекордсмен на суше. Плоды фейхуа содержат 100-200 микрограмм йода, в зависимости от почв, на которых они выросли. Рыба морская содержит всего лишь от 50 до 150 микрограмм, печень трески, конечно, больше – 300-360. Яичные желтки содержат до 30 микрограмм в одном яйце, но только от кур свободного выпаса. И потому 5-6 яиц дадут минимальную норму в сутки, если вы, конечно, не будете получать вообще нисколько йода из другой пищи. Еще для примера скажу, что мясо содержит всего лишь 3-3,5 микрограмма, а молоко – 6-8 микрограмм на 100 грамм продуктов. То есть ни о чем. Но еще раз подчеркну, концентрация этого минерала в продукте зависит от концентрации йода в почве и от того, какой эта концентрация йода была в кормах, чем питались, чем кормились животные, если мы говорим о животных, так называемых продуктах. Но это как с селеном. Я давно уже говорил, что один из рекордсменов по селену – это бразильский орех. Но проводились исследования, они показали, что в зависимости от почв, на которых выращивался бразильский орех, содержание селена варьировало до 40 раз. Почему такая беда с почвами в плане содержания в них микроэлементов в первую очередь, я подробно рассказываю в моей лекции «Лес и почва». Очень рекомендую вам ее посмотреть. Итак, моя рекомендация, как получить не только йод, но и все другие по возможности пользы от простых и очень полезных продуктов. Я советую потреблять водоросли-нори, и слава богу, что теперь есть нори, которые имеют сертификаты, и точно, то есть по факту, не содержат в себе тяжелый металл, а это ведь беда, потому что в морях сейчас и рыба, и водоросли многие содержат тяжелый металл, и ртуть, и другие. И сами, наверное, понимаете, по каким причинам. Кто не понимает, посмотрите хотя бы вот это мое видео про то, что содержит даже пресная вода даже из артезианских скважин и тающих ледников в наши дни. Итак, я рекомендую есть нори и, конечно же, фукус. Фукус любых пяти сортов вот этих подойдет, но, конечно, фукус с ламинарией, биолам, содержит больше йода, но если вы будете есть и нори, и что-то еще, и любой из фукусов, то биоламы не нужен, в принципе, а достаточен любой из четырех вот этих. Йодси, комплекс, детокс и гастро. Еще раз хочу сказать, посмотрите обязательно вот эти два видео про фукус, это просто жизненно важная информация, ведь дефицит микроэлементов, а их десятки, приводит к очень серьезным проблемам. Я сейчас разобрал только йод, но ведь существуют и другие минералы. И самый простой, самый быстрый способ и надежный в наши дни получить с продуктами питания натуральные органические формы тех или иных минералов можно только с фукусом в гелеобразной форме натив. Еще раз подчеркну, сухие листья и препараты из сухих водорослей фукус не подойдут, ведь фукус работает и как энтеросорбент и поставщик многих биологически активных других веществ. Еще раз подчеркну, ведь важен не только йод, но и не должно быть дефицита и в цинке, и в селении, и в других минералах. Но об этом, впрочем, смотрите в моих других лекциях. И напоследок, как правило, я забываю всегда об этом сказать в моих видео, только текстом пишет потом мой помощник. Так вот, на нашем сайте nadgard.ru вы всегда найдете и фукус, и эти водоросли нори, и уникальное растение маринга, которое провоцирует запуск процесса апоптоза, то есть самоочищения на клеточном уровне, и грибные лечебные препараты, и много другой вкусной и полезной пищи, продуктов, приборов, препаратов. Надеюсь, данная сегодняшняя лекция была вам крайне нужна и полезна, вы подчеркнули из нее много ценной информации, тогда отблагодарите меня, поставьте лайк, поделитесь этим моим видео в соцсетях с друзьями, знакомыми, чтобы видео набирало больше просмотров, и тогда у меня будет стимул снимать другие видео, не менее важные и ценные. Если вы еще не подписаны, подпишитесь на мой канал и нажмите рядом мышкой на колокольчик, тогда вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео, и не пропустите их. Желаю всем честным, хорошим, порядочным людям, крепкого здоровья, здравомысля, до новых встреч, увидимся, всего хорошего.